Только не это! Этот маленький щеночек снова попался в ловушку Грифера, и только ты его можешь спасти! Все, что нужно, это просто-напросто поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал и нажать клавишу колокольчика. Но если ты этого не сделаешь в течение пяти секунд, щеночек упадет в лаву, отсчет пошел! Раз, два, три, четыре, пять! Так, я надеюсь, что ты все правильно сделал, выполнил все условия, и я смогу деактивировать ловушку Грифера. Да, отлично, мы спасли с тобой щеночка! Привет, ребят, меня зовут Рисман. Сегодня мы с вами снова продолжаем играть в Майнкрафт и продолжаем проходить Майнкрафт за различных персонажей. И в этом видео, по многочисленным просьбам, мы с вами попробуем пройти Майнкрафт за херобрином. Мы уже в него превратились, и давайте я вам расскажу небольшую предысторию. В общем, раньше ходил миф в Майнкрафте, что какой-то пользователь форума нашел, случайно увидел в тумане какого-то, какое-то подобие персонажа игры. И выглядел он очень странно, был одет, в принципе, как Стив, но только с белыми и страшными глазами. Существо быстро скрылось в тумане, и игрок больше его не видел. Но в интернете множество всплывало слухов о том, что различные игроки по сей день его встречают в игре. Ночь, конечно же, это все... Ну, говорю, что это неправда, никакого херобрина в Майнкрафте нет, и миф о том, что это его мертвый брат, тоже, в общем-то, развеялся. Но не тут-то было. В общем-то, выходили в каждую версию Майнкрафта, и было описание о том, что был удален херобрин. По ходу ночи его так и не смог удалить, и после его увольнения из Майнкрафта, из Моджанга... Моджанг, Моджанг, я не знаю, как правильно, но, в общем-то, херобрин остался в игре. Но теперь он не подконтролен и творит самые настоящие ужасы. Ну что ж, сегодня мы с вами за него поиграем и выполним основное достижение херобрина. Это напугать Стива и убить его. Ну что ж, давайте поскорее начнем. Ну, в общем-то, я самый обычный ЛДЖ, извиняюсь, херобрин, ну просто тоже белые зрачки, но вы поняли, да, шутку? И не тут-то было. У меня есть несколько возможностей. Первая возможность, это, конечно же, превращаться в различных мобов. И как видите, вот я превратился в летучую мышь, и могу летать, просто будучи летучей мышью, и Стив ничего плохого не заподозрит. Так, давайте, кстати, я вам покажу свой замок. Это замок херобрина, в котором живет сам херобрин, и выглядит он очень и очень эпично. Я думаю, вы уже видели этот замок в одном из моих видео. Так, что-то у меня со звуками... Не, нормально, все нормально, я думал, слишком громко будет. Вот такой вот у меня, значит, замок офигенный, и в нем я живу. Давайте я вам покажу несколько интересных вещей, которые есть в замке. Так, 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 давайте превратимся в какого-нибудь другого моба, например, в курицу. И можем просто-напросто бегать курицей, и Стив, опять-таки, ничего не заподозрит, хотя это я, херобрин. Так, ну что ж, это мои сундучки, в которых лежит все самое необходимое. Здесь у меня, значит, лежат алмазные блоки, здесь алмазные инструменты и броня, здесь моя еда на завтрак, и здесь, ну, такие небольшие инструменты для запугивания игрока. Также у меня есть небольшой такой вот, небольшой стенд с инструментами, которые позволяют, допустим, добавить мне ХП, включить день. Вот давайте мы с вами отключим дождь и включим день. Так, и как видим, у нас включился день и отключился дождь. Вот такая вот, в общем-то, у меня есть консолька своя. Так, ну что ж, давайте мы, наверное, с вами превратимся в летучую мышь и подлетим к моей панели... Нет, не к панели, мы подлетим к моим ресурсикам. Так, и теперь превратимся обратно... Да что ж такое, места мало. Оп, оп, все, отлично. Вот мы снова с вами превратились в херобрина. Херобрина! Ну что ж, Стив живет здесь неподалеку, и я считаю, что в первую ночь мы с вами его должны просто-напросто напугать. Я предлагаю просто-напросто сжечь его дом и украсть немножко ресурсов. Давайте возьмем себе чуть покушать. Так, давайте покушаем, покушаем, покушаем. Ага, все, отлично. Мы с вами зарядились немножечко энергией, и я вам предлагаю сразу добавить себе ХП, чтобы у нас было больше здоровья. Так, и давайте все-таки, раз мы будем пугать с вами Стива, мы с вами включим дождь. Так, и включим ночь. Ага, все, отлично. Теперь самое время пугать Стива. Мы с вами превращаемся в летучую мышь и летим к домику Стива, потому что это самый быстрый вариант и самый безопасный, потому что летучая мышь очень незаметная, может летать высоко, как беспилотник военный, и меня абсолютно никто не заметит. Давайте мы сдалека посмотрим, что делает Стив. Кстати, тут очень много деревень, и кому надо, я могу вот показать вам сид, вот этот вот сид, вы можете его себе переписать и создать себе свой мир. Тут, кстати, 4 деревни рядом, это вообще дофига. Так, вот у нас Стив, он что-то ходит туда-сюда, что-то ходит, походу он засаживает грядочки в такую дождливую погоду. Вот, ну я, конечно, предпочитаю в такую дождливую погоду сидеть дома. Ну а мы с вами сейчас, давайте украдем его ресурсов немножечко. Ага, давайте мы разобьем ему окно и влетим через него. Так, разбили окно, все. Теперь можно украсть ресурсов, что-то алмазы, ну уголь тут есть и железо. Блин, что-то как-то вообще бедно живет, походу только начал, дружище, этот играть. Так, 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 ага, это у нас кроватка, в которой спит Стив. Давайте мы ее с вами сразу разрушим, чтобы он не респаунился, пусть она валяется здесь, и сожгем его дом. Так, 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 ага, все. Теперь дом его горит, давайте еще раз подожгем, и все. Ну и мы с вами отсюда быстро-быстро сматываемся. На сегодняшнюю ночь мы с вами достаточно запугали Стива, его дом потихонечку разгорается, минус только, знаете, в чем? В том, что я включил дождь, из-за этого огонь будет быстро тухнуть, но я думаю, по внутренним стенам он распространится тоже достаточно быстро. Давайте мы сожгем хотя бы стены ему, давайте еще подлетим, и вот так сделаем. Так, 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 и вот здесь, оп, все. Отлично, домик его потихонечку горит, а мы с вами возвращаемся домой. Ну что ж, дорогие друзья, вот и наступил новый день, и новая пора мстить Стиву. В прошлый раз мы его, в принципе, неплохо, ну, не сказать, что напугали, но ввели его в заблуждение, потому что, скорее всего, его дом сгорел дотла, от его ресурсов практически ничего ценного не осталось, и сегодня мы пойдем его и убьем. Давайте, наверное, я превращусь... Нет, не в паука, я не хочу в паука превращаться. Давайте мы с вами превратимся обратно в Херабрина. Так, отлично, это ресурсы, которые я у него украл, сложил их сюда, пусть здесь лежат. Так, у меня еще есть каменная мотыга. Так, нам нужно с вами набрать полный инвентарь оружия, то есть мы с вами сейчас возьмем себе... У меня здесь вот есть сундучок вот этот, который я вам рассказывал. Так, 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 ага, все, отлично. Одеваем на себя алмазную броню, берем алмазный меч, и теперь мы готовы к битве со Стивом. Так, 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 так. Теперь нам нужно, знаете, что сделать? Нам нужно добавить себе ХП, и я еще кое-что забыл, я еще забыл взять золотых яблочек. Так, давайте мы возьмем с вами яблочек золотых. Так, 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 так. Ага, и нужно чуть-чуть, чуть-чуть покушать. Где я их брал? Вот. Так, надо покушать, потому что на голодный желудок идти воевать это не то. Так, ну что ж, мы с вами успешно покушали, и теперь можно отправляться на великую битву Херабрина. Давайте мы включим ночь, включим дождь, чтобы было пострашнее и было плохо видно меня. Превратимся в летучую мышку, и полетим напрямую к Стиву. Так, алмазный меч я уже подготовил, зарядился здоровичком, зарядился яблочком, и теперь можно убивать Стива. Так, ага, давайте мы с вами приблизимся, превратимся в Херабрина, и теперь идем на атаку Стива. Ну что ж, дом, как видите, его сгорел, от него практически ничего не осталось, и где-то здесь Стив. Херабрин, это ты сжег мой дом? Да, это я сжег твой дом. Странно, откуда у него алмазная броня? Откуда у него алмазный меч? Я не ожидал, что он так быстро заработает. Походу, Стив что-то от меня скрывал. У него, походу, это было потайное убежище, где лежали его основные алмазы, а это была ловушка для меня. Но не тут-то было, Стив. Ты не на того нарвался. Я бессмертен, потому что я Херабрин, и я и так призрак. И я тебя сейчас уничтожу. Так, ну что ж, давайте мы его добьем быстренько. В принципе, у него ХП немного. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ох, как он быстро. Все, отлично. Мы с вами убили Стива, уничтожили его кровать, и поэтому он ничего больше не успеет сделать. Знаете, что я предлагаю? Я предлагаю еще здесь немножечко повеселиться, будучи Крипером. Вы же этого ждали, да? Чтоб я здесь взорвался Крипером. Бау! Все, отлично. И мы с вами возвращаемся домой. Так, можно вернуться в свой облик Херабрина и ложиться снова спать. Хотя я вроде только что проснулся, но опять уже ночь. Ну ладно, я разберусь как-нибудь. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Сегодня мы с вами выполнили главное достижение Херабрина, напугали и уничтожили Стива. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать клавишу колокольчика. Ну а с вами был я, Рисман. Всем удачи и всем пока-пока!